Здравствуйте! Здравствуйте! Я, конечно, как всегда начну с того, как сформулировать вообще свой старт в живописи, поскольку это важнее, чем техника импрессионизма. Поскольку у меня большой опыт общения с новичком, и, собственно, мой проект обращен именно к совершенному нулю, человеку, который только предпринял свои шаги в живописи, и накопленный опыт как бы позволяет рассказать вам о тех проблемах, которые возникали и возникают у людей, когда они предпринимают свои первые шаги в живописи. Для многих, к сожалению, от того, что они сталкиваются с высокоумными учителями, или, может быть, даже высокоумными книгами, это обучение становится каторгой, проблемой, ну и в итоге опускаются руки, и как-то это все в сторону уходит. Что совершенно несправедливо, живопись легка. Я бы даже сказал, очень легка для любого человека. И даже самые, ну, как говорят у человека, руки не выросли, даже эти, не оттуда выросли, даже эти люди вполне справляются с задачами, если они их правильно для себя формулируют. И в этом смысле вот очень важно не ремесленное совершенство человека, потому что мы знаем, что масса художников оказывается за бортом внимания зрителя, за бортом славы и прочих удовольствий, которые дает живопись. Ну, просто потому что они все, что умеют, это просто рисовать умеют. Если в прошлые века умение рисовать еще как-то, не еще как-то, а как раз таки интересовало зрителя, то в наше время только умение рисовать не интересует никого. И даже высококлассная академическая живопись на сегодняшний день это задворки. Ну, задворки этого... Задворки, одни слова. Жизнь. Как-то так. А на первый план выходит умение сделать красивое, умение совершить поступок. Удивить, проявить вкус. И здесь мы как раз очень легко можем войти в штат, так сказать, художников, в цех художников, если у нас художник есть внутри. То есть художник внутри, это, конечно, прежде всего вкус. То есть если я точно знаю, что красиво, и я знаю, что многие из вас имеют проблему с этим, недоверие своему вкусу. Даже если он несовершенен, и вы подозреваете, что он несовершенен, даже в этом случае вы должны доверять ему и делать вещь исходя из собственного вкуса. Потому что когда мы не доверяем вкусу, картину невозможно закончить. Мы все время сомневаемся, доделывать, доделывать, доделывать. А что доделывать, мы не знаем, и в итоге финиш картины не приходит. И это очень большая проблема для многих, в том числе даже у выпускников высококлассных институтов, они просто не могут доделать вещи. Они все сомневаются. И кажется, что вот если художник доволен картины, значит он плохой художник, а вот если недоволен, значит он хороший. И вот на почве этого высокоумия многие мощнейшие преподаватели институтов сами бесплодны. Просто потому, что планку, которую они на себя поставили, они же сами достичь не могут. И эти высокоумные учителя становятся с учителями и вашими. Кто высокоумен, но мало талантлив, они общаются, они дают уроки где-то в студиях, кто поталантливее они дают в высоких институтах или менее высоких. Но часто вот именно хорошие преподаватели сами бесплодны. Именно потому, что высокоумный тон требует и от них, а они в итоге не справляются с этой задачей. А за окном совсем другое время. И от художника требуется совсем другое. Все, что требовалось раньше, заменило фотографию. Хотя академическая живопись все еще котируется, и она как бы занимает второе место по деньгам, которые она зарабатывает. Потому что все рейтинги – это, прежде всего, покупательская активность в каждой стране. Все рейтинги только на этом. То есть мнение критиков нигде не учитывается. По-моему, только у нас еще мнение критиков учитывается. А весь рейтинг – это хорошее время. Покупается – значит хорошая живопись. И в наше время основная масса покупателей и зрителей, соответственно, обращена именно к живописи новаторской, экспериментальной. А вот здесь как раз вкус имеет главное значение. Потому что если ты, делая эксперимент, не доверяешь своему вкусу и не знаешь, хорошо ты сделал или нет, то, конечно, ты ничего не можешь сделать. Поэтому один из важнейших пунктов, который стоит для себя учитывать – это доверие своему вкусу. Ну и, конечно, его взращивание в контексте живописи. Потому что в живописи есть свои какие-то границы, за которые она не заходит. И в пределах этих границ стоит немного исследовать и расследовать проблемы красивого. И вот что касается вот этого опыта, который приобретен на уроках, я вам скажу так, что, как правило, 20-30 уроков дают возможность людям самостоятельно заниматься живописью самостоятельно. То есть несмотря на то, что люди, которые начали ходить ко мне, часто ходят и 50, и 100 уроков, но это скорее… А следующие уроки, они уже как бы за похвалой ходят. Ну вот что… Ну скучно одному… Даже одна замечательная высказала мысль, говорит, вот раньше я прекрасно работал и без вас. А теперь я не могу… Потому что, ну скучно. Так у нас тут несколько человек, говорит, все очень творчески озабочены, всем весело. Дело в том, что вы в этот формат еще не входили, а там, где я долго посидел, там у нас формируется клуб, так сказать, любителей живописи. Вот… Обычно это женщины, конечно. И вот несколько женщин постоянно ходят, и у них уже все получается, и они ходят просто для того, чтобы… Ну, конечно, я загоняю картину, если она не хочет загнаться к хорошему результату. Но, как правило, они уже самостоятельно пишут, мне надоедает курить. Потому что мне нечем заняться. Вот приходит там человек пять-шесть, а мне заняться толком нечем. Только ходить и хвалить. Ну, вот у тебя красивый кусок. О, вот здесь хорошо. То есть, вот, собственно, весь урок сводится к… Здороже стоит должно. Деньги за похвалу. Я хочу сказать, что буквально 20-30 уроков многим достаточно, многим, не всем, достаточно, чтобы практически самостоятельно работать. И фактически просто приходит для того, чтобы совместно получать удовольствие. Ну, как-то веселее, когда… Ты можешь быть тут же оценен. Не когда-то потом на выставке, как опять у этих несчастных профессиональных художников, которые там полгода готовят выставку, никто их не видел. А потом маленькая вспышечка, и опять никто не видит. У нас как раз с вами совсем другое дело. Мало того, они же кормильцы, они же профессионалы, они же от живописи зарабатывают. А у вас и этой проблемы нет. Вы прекрасно жили без живописи, а теперь вы можете получать удовольствие от такой области, которая для многих действительно потрясающее удовольствие. То есть живопись для многих становится любовницей. И многие художники это демонстрируют. Они действительно настолько в этой башне и слоновой кости застревают, что их в семье не видят. Потому что это удовольствие колоссальное. Причем, казалось бы, что изменилось, да? Ты написал картину, что-то удачно. Сильно в твоей жизни изменилось. Нет, она ему снится или ей там снится. Несколько дней человек находится в эйфории. Я сейчас спать не могу. Ну вот, пожалуйста. Я вчера пришла, у меня все. Твои эмоции. Я вообще уснуть не могу. А есть люди, которые, вот действительно, как говорится, руки не из того места выросли. Но эти люди за те же 20-30 сеансов доходят до добротного среднего уровня. Нет такого человека. Вот я еще не встречал. Бывает иногда у человека на уроке происходит истерика. Ну скажем, на 100 человек один впадает в истерику во время урока. Ну это может быть. Это внутреннюю истерику, несмотря на то, что коллективная солидарность есть. Но при этом иногда впадают. И эту истерику за счет, опять же, коллектива людей довольно легко усмирить. Но бывает, что она так и не усмиряется, и человек уходит неудовлетворенным в срок. Вот. Ну, есть такие проблемы. Тут же очень важно, и бывает такой момент, когда человек ждет от себя гениальности исполнения. И вдруг окажется, что он не гениально. И это проблема, конечно. И это у всех, просто у всех, у разных людей по-разному. А есть у тех, у кого это большая проблема. Как-то я оказался недостаточно талантлив. Ну, как правило, талантлива. 95% это женщины, мужчины уже после 20 ни к чему к обучению не способны. Как коты, да? Коты же выросли, все, играть перестали. А кошки играют до конца. Ну, спасибо. Нет. Среди котов есть кошки. Женщина вообще в живописи гораздо красивее. Мужчины действительно одет такие мрачнодумные. Мрачнодумные. В последних разгоните нам сейчас. Смотрите, все будет такое. Вы похвалите тоже. Похвалите. Это же особенное обещание. Это же особенное обещание. Да, что смотрит шоу, то это смело. Женщинам, во-первых, очень идет живопись. Просто она им очень идет. Они более смиренно относятся к своим результатам творчества. А вы знаете, кроткого человека невозможно обидеть. Смиренного, кроткого человека невозможно обидеть. Поэтому для женщин живопись – это потрясающее удовольствие. В отличие от мужчин, которые часто звезду ждут, успеха этого преждевременного и прочего. Для женщин это и красиво. Стоять у холста, а не у плиты – это очень красиво. Половина мужчин обожает своих жен, которые взялись за кисти. Они всем хвастают. Они готовы им покупать галереи, делать выставки. Сами выкупают картины. Это сплошь и рядом. Я ей хочу подарить или я хочу ее продать. Нет, я ее выкупаю. Причем у них уже 20 картин он выкупил. И уже вешать некуда. А он не может. Каждая новая его еще больше волнует. И уже все ждут, когда она принесет эту очередную картину. А у других бывает ревность. Есть мужчины, которые очень ревнуют к этой живописи. Ну, это первое время. Они ревнуют, ревнуют. А потом, когда вдруг начинают всех хвалить его жену, он начинает вместе с ними радоваться. Ну, бывает просто не сразу. Вот. Ну, а для тех, у кого нет этого мужчины, так с живописью можно и без мужчины. Ну, я вот сейчас еще буду пытаться вспоминать. Ага. Что касается вот идеи бедного художника. Часто говорят, художник должен быть голодным. Ну, были действительно прецеденты голодных художников. И, как правило, советская власть, собственно, научила людей, что художник должен быть голодным. Но не в том смысле, что художники были непоняты обществом, что вот они такие же бедные, как и вы, советские люди. Поэтому быть художником... В общем, художники были всегда привилегированы этим советской властью. И они выбирали из тех художников, которые победнее, ну, как Ван Гог, хотя там совершенно другая история. И просто те, кто вникал в эту историю, узнают, что все совсем не так, как нам представили. Вот. Бедные художники встречались, часто в основном на почве пьянства или еще как разврата. А в основном художники всегда обслуживали аристократию. То есть 90% художники обслуживали аристократию. Были очень дерзкими, вы сами, наверное, читали, знали, насколько они были дерзкими по отношению к своим заказчикам. Вот. И поэтому бывали у них неровные пути. Но, как правило, это очень обеспеченные люди. И живопись вот как-то так мистически сложилась. Это здесь мистика. Здесь нет... Вот когда говорят, как оценить картину. Мистика полная. То есть, если ты сам ее не ценишь, то она может ничего не стоить. Но если ты сам ее ценишь, вот она будет стоить столько, сколько. Настолько ты ее любишь, настолько она может и стоить. То есть, здесь вопросы любви, ну, как полюбленные дети или полюбленные жены. Всем хороши. Засватанная невеста всем хороша. Вот так и живопись. Засватанная невеста, если ты сам ее засватал, то она стоит денег. И вот даже на уровне учениц я вам сейчас расскажу такие цифры. То, что произошло два месяца назад, это вообще вопиющий случай. 7 тысяч долларов моя знакомая, ну, починица, незнакомая, моя починица продала картину. Она пиарщика. Она везде, везде со своими картинами, со своими выставочками, везде, где может, где какое-то она собирает какое-то торжество, она везде подставляет свои картины. То есть, картины стоят, во-первых, от того, сколько ты сам ее ценишь, как ее ты сам ценишь, и от того, в какой среде ты пытаешься от нее избавиться. То есть, если ты попал в определенную среду, где есть большие деньги, там она будет стоить больших денег. Просто там не приняты другие деньги. У моего приятеля как-то купил... Человек пришел к нему в дом и говорит, ну, уходи же, покажи мне, я хочу, купил квартиру, обставил мебелью, над диваном хочу повесить большую картину. Вот как раз большие картины, пишет призары. Кто-то ему показал все. На какую-то картину он обратил внимание и говорит, сколько? Это 900 долларов. Ну, это было в Крыму. Крым не очень богатая местность, поэтому, когда он назвал 900 долларов, ему самому было страшно. Ну, хорошо, заплатил ему и я так, понятно. Потом, спустя несколько лет, они встречаются на какой-то презентации, того как художника пригласили, того как какого-то крупного бизнесмена. Они встречаются, выпивают, и художник спрашивает, ну, как, ты повесил картину? Он говорит, нет, она у меня за шкафом стоит. И я тебе скажу, почему, он ему говорит. У меня диван стоит 10 тысяч. Я не могу картину за 900 долларов повесить над диваном. Ко мне приходят люди определенные. Я не могу, я психологически не могу. Поэтому она не стоит за диваном. Хотя мне очень твоя картина нравится. Вернее, она стоит за шкафом. Вот такое ценообразование. И основная масса учениц продают картины в пределах от 200 до 1000 долларов. То есть это вот такая стабильная цена для живописи, которую продают девочки, которые предпринимают только свои. А дальше может быть все, что угодно. То есть от собственной фантазии, от собственной полюбленности. Ну, допустим, идет урок. Ну, там вот такой размерчик, картиночка. Ну, картиночка. Нарисовала на первом уроке какую-то еще. Еле-еле картину. И тут вот идет урок. Она пишет что-то там следующее. И звонок по телефону. И у нее просят купить эту картину. Где-то она ее, собственно, в салоне, где она там кем-то работает, повесила эту картину в салоне красоты. И какой-то клиент хочет ее купить. Ну, понравилась ему картина. Там администрата спрашивает, продай, пожалуйста. Он говорит, не-не-не, я не продаю. Это первая картина, для меня она дорога. Он говорит, ну, деньги предлагают. Он говорит, да не продаю я ее. Я это все слышала. Идет урок, она пишет, заслышала. И, наконец, она произносит мне, говорит, там тысячу долларов дают. Я говорю, ну, конечно, продавай. У тебя будет прекрасный прецедент. То есть это хорошо, когда ваша картина продалась. То есть вы с этого момента стоите от тысячи долларов. Ну, и вы знаете, как художники пишут часто. Мои работы в коллекциях ведущих коллекционеров в таких странах. Ну, перечисляю их страны. Вы знаете, этот посудной список, который обычно художники пишут, скучная вещь. Но, тем не менее, да? То есть это все как бы нужно для художника, для его собственного даже. Когда известные люди твои картины владеют твоими картинами, поэтому часто папам римским дарят прямо, вагонами дарят картины, чтобы потом написать у папы римского в частной коллекции. Ну, это так сейчас. Вообще о живописи, о перспективах, потому что это тоже важно. Просто писать картину в стол не лучший способ. Конечно, вот первая коллекция, вот такая полюбленная, она, может быть, и не будет продаваться, потому что это вот самая любимая. А потом все равно этот процесс загромождения картинами произойдет, все равно начнется процесс их реализации, выставок и прочее. С выставками это уже очень просто. Не суйтесь никогда в галерию. То есть, если галерист ваша знакомая, прекрасно, то можно, конечно, продавать в ее галерию. Потому что галерист – это хищник, который настроен на издевательство. А есть места очень благополучные для реализации своего труда. Это арт-кафе всякие. И не арт-кафе, а просто кафе. Это магазины мебели, да, какие-то солидные даже модели. Если вы пишете итальянскую тему венецианскую, то всегда итальянская мебель – ваш союзник. Ну и вообще, магазины мебели, даже фойе банков. То есть, опять же, ваши знакомые и сами вам предложат, как правило. А, кроме прочего, и вы можете предложить знакомым салоны красоты, опять же. Предложить, что давайте я повешу у вас. То есть, вы их как бы на время украшаете, а тем не менее вы оставляете телефон, сообщение о себе под своими картинами. И всегда можете сбыть или начать этот процесс общения со зрителем. Потому что зритель, конечно, нужен. Конечно, когда мы пишем, мы представляем, как нас будут хвалить. И хвалить будут. Так мы сидим, и похвалить-то не за что. У меня была девушка знакомая, Сергей Учинец. И меня так поразило, что вот она все-таки не пошла дальше. Она зарабатывала на мужчинах. Я говорю, слушай, ну, ты ж... Ну, она перестала ходить. Я сначала смотрю, что ходит. Ну, значит, все в порядке. А тут перестала ходить. Я говорю, слушай, зачем ты перестала ходить? Ты должна поставить на пути к твоему телу... Зарабатывала высоко. Ну, то есть, она, так сказать, крутилась. Не элементарно зарабатывала, а сложно зарабатывала. Я говорю, ты должна поставить на пути к своему телу картины. То есть, если ты не интересуешься моей душой, то и сюда не ходишь. То есть, сюда ты не можешь дойти. То есть, прежде чем он, так сказать, осязает тебя, он должен купить у тебя несколько картин. А может быть, ты еще и не согласишься уже на это, на общение с ним. Вот, например, да? То есть, живопись, на самом деле, хороший посредник для общения. То есть, посредством живописи мы находим сатаинников себе, да? Вот выставку сделал, и вдруг находятся почитатели. Что вот они так же чувствуют. И ты шел-пошел, и вдруг, друзья, себе нашел на пустом месте. Какие-то картины показал. Живопись не мешает никому, соседям не мешает. Ну, так, немножечко мешает, может быть, запахами мешает. Хотя, как же, эти же запахи благородные. Это же не покраска окон. То есть, для многих эти запахи, наоборот, удовольствие. То есть, она, эта самая живопись, не раздражает. То есть, не нравится – не смотри. Вот, когда ты поешь, а кому-то не нравится. Ну, вот как вот, если по соседству кто-то музицирует или поет, дурно это делает, то, конечно, это противно. А так, видишь, рисуешь – никому не мешаешь. То есть, я в этом смысле, как бы, проповедую, что это, что занятие живописью, молодожим, безопасно, а еще и, наоборот, целый ряд преимуществ по сравнению с другими творчествами. Есть же творчества такие, как шитье, вышивание и прочие всякие рукоделия, которые занимают полгода. А, собственно, результаты – скромные люди. Тут мы выстреливаем по картине за три часа. И это же две большие разницы. А всякие рукодельные там тильды шьют, еще что-то. Ну, десять тильд сшил, поставил. Как-то вот с этими тильдами, ну, разве что на шкаф поставил и все. Ну, на какой-нибудь небольшой там выставке рукоделий. Но с живописью совсем другое дело. Вот живопись, она как-то вот изначально имеет слишком много прав. У нее какие-то особенные права. То, что мы видим художников на вернисаже, это, на самом деле, совсем не показатель. Как правило, о живописи художника судят по вернисаже. На вернисаже сидит там 3-5% художников. Так сказать, те, которые вот так безыскусно решают свои экономические задачи. Иногда среди них, и даже очень много среди них, пенсионеров. То есть люди, которые просто вдруг на старости лет взялись рисовать и вполне поднаторили и вышли туда. А мы судим об этом как о художнике. А это всего лишь пенсионер, который так бы сидел дома и кроме газеты и телевизора ничего бы не имел. А он имеет общество, он имеет творчество, он имеет продажи. А мы судим, что это же художники. Ничего подобного. Хорошие художники... Нет, не так. Все художники имеют... Вот если человек встал на путь профессиональной живописи, профессиональный, значит он зарабатывает от этого. То практически все художники имеют своих клиентов. То есть клиенты это те, кто у меня покупает. И как правило эти клиенты длятся годами. И несколько клиентов могут кормить художника много лет. И покупки в основном происходят из дома. А вот то, что происходит на улице, это люди, которые торопятся реализовать. Поставили все на конвейер. То есть для них важен вернисаж. Поэтому никак по вернисажу нельзя отслеживать жизнь художников. Конечно они там обветрились. Конечно они там превратились в полу-цыган. Но это не художники. Вернее, это художники, но это не пример художников. А пример художников это мастерские, это сообщество художников, тусовка художников. Это модели. То есть интересная жизнь. Богиня. Причем богема, она богиня рознь. Иногда это вполне аристократическое сообщество. Это и музыканты и прочее. То есть это может быть вполне аристократический дух общения. Не обязательно богемы со всеми развлечениями. Но одно дело пить просто. Горькую пить. Как в России любят пить горькую. Мы с Максом с Украины. И на Украине иначе там веселиться любят. А здесь так серьезно пьют. А когда ты пишешь картины, когда какая-то натурщица, так тут мрачно пить не приходится. Совсем все другое. Пощекотишься. 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 Так, это все о чем-то, да, говоришь? Лишь бы не импрессионизм. Ага, так этот самый импрессионизм, это один из самых легких путей прорваться в живопись. В силу вот этой технической задачи, импрессионистической, он очень прост. То есть, что, собственно, изобрели импрессионисты? Вроде как в начале, вот когда мы смотрим импрессионизм на старте, в начале это как бы эскизная живопись. То есть, когда до них художники выходили на пленэр для того, чтобы сделать маленький набросочек в лотноте. А импрессионисты вынесли целый станок на пленэр. И стали писать с натуры то, что до них делали уже непосредственно в мастерске. И первые их пробы превратились просто в эскизную живопись. То есть, опытный мастер делал, ну, какой-то, например, монет, делал просто эскиз, предположительный эскиз картине. То есть, это как бы начало картины он делал. Вот когда опытный художник в мастерской сидит, он делает первый сеанс, он второй, третий потом доводит. То Манек и компания вроде как на первом сеансе останавливались. Единственное, что они повернули с ног на голову. Живопись до этого была не с идеей воздуха, а с идеей изображения. И как бы вот некой перспективы пространства. Но там властвовали коричневые. Вот, до импрессионизма. Импрессионизм взял и вместо коричневой подкладки, хотя они еще продолжали и коричневую делать по привычке. Но вместо коричневой подкладки они загнали синюю подкладку, такую, ультрамариновую подкладку. То есть, цвет неба и рефлексы от неба на все вокруг. Вот эти рефлексы, которые вместе с небом, они все синие. И они гипертрофировались синим этим цветом ощущения воздуха в картине. Поэтому вот как бы они совершили такого рода революцию, что они на этапе эскиза останавливаются. И плюс они перевернули от коричневого на старте, начинали с синего, с голубого. То есть, а уже по мере того, как они совершенствовались сами и экспериментировали, появился вот этот мелкий мазок. Мелкий мазочечек, который буквально всю картину превращал в рябь, марево, в приблизительность. И эта приблизительность уже давала возможность другим художникам, и даже не художникам, у Сергея Инкессионистов были не художники, которые стали художниками, просто увлекшись новаторствами. И вообще этой идеей легкости, легкодоступности живописи, легкомысленности живописи. И они, увлекшись этой технологией, очень быстро достигли таких же результатов, как, собственно, и метрик импрессионизма. То есть, импрессионизм настолько прост в исполнении, что, опять же, вот этот мелкий мазок, рябь мазка, она же лишает нас необходимости вырисовывать, чего, как правило, новичок-то и не умеет. То есть, главная ваша проблема – неумение вырисовывать. И вы должны до поры максимально ее обходить, вот эту необходимость вырисовывать. То есть, не браться вообще за задачи, где нужно вырисовывать. Хотя, часто мы в детстве рисовали в тетрадках, и именно занимались вырисовыванием. С рисовыванием вырисовыванием просто из головы. И иногда вот эта проблема, что мы привыкли вырисовывать, мешает нам сейчас вкусненько писать. Потому что это же надо вырисовывать. Нет, надо до поры этот угол обходить вообще. То есть, максимально приблизительную живость. Вот импрессионизм как раз и есть вот эта приблизительная живость. Поэтому находить языки исполнения картины, язык исполнения картины, да, есть разные языки живописи. Вот импрессионизм и разные варианты этого импрессионизма как раз помогают выбрать те языки живописи для собственной задачи, которую я перед собой поставил, которая вам посильна. То есть, если у вас есть вкус, если у вас есть любовь, то плюс классный, умный, хитрый язык живописи, и вы легко сделаете вещи. То есть, в студиях, которые вы посещаете, чаще вас учат по классической схеме. Куб, драпировка, бутылка, яблоко и тому подобные вещи. Немножко скучновато, да? Мало того, вот куб вы как раз нарисовать-то и не можете. И шар у вас будет очень проблемный. А драпировка очень нескоро будет драпировкой. Но надо найти вам такие задачи, с которыми вы таки справились. Вот с Кубом некоторые ученицы, откуда я уехал и больше туда не приезжали, они пошли в какие-то студии. Ну, скажем, Днепропетровск, Харьков, Крым. Я туда уже как бы не появляюсь. Они попробовали пойти в студии, и вдруг обнаружили, что у меня они писали картину, иногда я даже почти никак не участвовал, кроме словесного. А тут они куб не могут нарисовать. То есть, по идее, на камеру даже не стоило такие вещи говорить, но куб-то как раз они и не могут нарисовать. А картину сделать – дерево. Ну, это же не куб. Портрет дерева – это же не портрет человека, да? Портрет дерева очень приблизительный. Это некая масса. И насколько ты не точно сделаешь, вообще никак не сыграет на общей ситуации. Ну, конечно, там какой-то характер здесь у дерева. Ну, у импрессионистов, например, часто деревья все одной породы какой-то. Не потому что они такие беспородные, а потому что они всем деревьям задают ритм листвы, скажем, по горизонтали. Ритм травы по вертикали. У них ритмы появляются в живописи. Импрессионизм обладает одним из своих потрясающих свойств – это нарочитыми ритмами. Ритм мазка. Вот если вы еще не заметили это, когда вы будете смотреть импрессионистов, то обратите внимание, что картины, даже небо очень часто буквально мелким мазком изштриховано. Не потому что человек не мог просто взять и закрасить. Ну, как Боб Рос, который вы видели, да? Вот большую кисть. Вот многие смотрели Боба Роса. Вот берет большую кисть и вот так просто закрашивает небо. Ну, конечно, можно просто закрасить. Если тебя не интересует понятие ритма. Вот у импрессионистов и у импрессионистического письма есть понятие ритма. И вот этот ритм, он дает, ну, ритм есть в поэзии, ритм есть в музыке. Вот в живописи ритм обладает теми же, ну, почти теми же важностью, той же важностью, что и в поэзии и музыке. И если вы еще не заметили, обязательно обратите на это внимание. То есть импрессионизм – это ритм мазка. Ритм мазка в небе, ритм мазочка в деревьях. Ну, как правило, это небо, деревья, моречка. Ну, с морем более-менее понятно. Горизонтальный ритм мазочка в небе, они там импровизируют. Ван Гог, он в небе даже вот такие червяки крутит, 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 вокруг облаков, сами облака, чуть ли мне орнаментно выкручивают. И, кстати, Ван Гог и техника письма Ван Гога тоже не очень сложна. То есть за счет густого мазка он решает проблемы рисунка. И вообще импрессионизм решает проблемы рисунка, вот этой пресловутой точности рисунка, за счет густого мазка. И основная масса картин импрессионистов очень густо написана, густой краской. И это надо себя заставить. Часто трудно себя заставить пользоваться густым мазком. Потому что я закасил, мне был опять такой большой кисьм. Ну, типа, зачем к нему еще возвращаться? А импрессионист или импрессионизм, он ждет марева. Ждет этих ритмов, мерцания. И тогда получается очень живое, интересное впечатление от картины. Потому что так предметы, когда мы их видим на фотографии, ну вот они слишком обыкновенны. Вот если мы едем по полю и видим отглубновенных коричневых коров, красно-коричневых, мы их не видим. Их просто нет. Но если будет стоять фиолетовая корова, мы запомним этот день на всю жизнь. Вот и импрессионизм делает эту фиолетовую корову. И вы сами должны помнить об этой фиолетовой корове, что если вы просто изобразили предмет, это никому не надо. А особенно с вашим ремесленным опытом. Мы изобразим корову. А вот фиолетовую корову. То есть экспериментировать, изобретать. Быть живописи изобретателем. Конечно же, не тужиться без ума, не имея кругозора, изобретая свой язык живописи. А в некоторых и так происходит. Просто в силу того, что какая-то внутренняя аномалия, вывих какой-то. Вывих может быть и вполне удачный. Внутренний вывих может сказаться на очень интересной технике письма. На языке живописи сказаться. Потому что некоторые же чувствуют свою ненормальность. А живопись как раз для ненормальных. Если ты чувствуешь ненормальность, бегите за кистью. Это всем понравится. Потому что ты способен сделать фиолетовую корову. Милка. Может у вас есть какие-то впечатления о импрессионизме? И прежде чем я чуть-чуть попоказываю, о чем идет речь, может мы немножко диалог устроим? Да, можно делать садом? Да. То есть я сходила в музей, посмотрела живопись маме, и выяснила, что тот жирнющий мазок, который я лепила, у меня какая-то задача была незамысловообразная с вывихом, заполнить весь консульным мазком. У него не так. У него оказалась легкая подкладка, и на легкой подкладке достаточно легкий мазок, и он высох. И еще между мазками было пространство. Правильно говоришь. Действительно. Особый шик в живописи, если вот первую заливку краской, мы на 30% сохраним, перебивая густым мазком. То есть густой мазок, ложась на буквально акварельную заливку первого слоя, если мы оставим 30% вот этого первого буквально заливочного слоя, то это особый шик. И вот эта акварельная малость краски и прозрачность краски, наполненная двумя третями густой краски, это особый шик. Поэтому если вам совершенно разумное посещение музеев, то есть в музей надо идти не просто посмотреть, надо подальше это идти, чтобы понять, что же там художник нарисовал. Нет. В музей надо идти как раз за тем, чтобы посмотреть, как это сделано. И на самом деле для людей это должно быть так, что для людей, которые не связаны с живописью, в музее надо не просто смотреть картинки, то есть можно полистать и другим способом, а как раз нужно не отходить подальше, чтобы посмотреть, что же он там нарисовал, а подойти поближе, посмотреть, как он это сделал. Действительно это очень хорошее замечание. Единственное, что мы не можем себе позволить, это один из способов его письма, потому что у него есть и другие вещи, где залеплено краской от видов. Поэтому где есть у вас внутренняя культура, чтобы проявить вот этот эффект, 1-3 заливочек и 2-3 густых мазочков, то проявляйте на здоровье, особенно сходив в музей, посмотрев это близко на ощупь. Но густота мазка у них все-таки... Световые действительно налеплены прям вот в... Просто неопытному художнику очень трудно залить, а потом раздать только в идеальных местах. Поскольку импрессионизм пошел дальше, и он часто просто слепливает из густых мазков всю картину, тот же импрессионизм. То есть просто у Мане еще культура письма до Мане. У Мане и у компании. Академическая? Да, академическая такая культура письма. А дальше пошли эксперименты еще дальше. Вот, и часто картина просто слепливая, ну, как тот же Афремов, которого многие нравится и многие писали. Это просто забитая густым мазком картина. Поэтому можно и так, и так. Просто если вам удается оставить вот этот первый слой, когда вы просто залить... Ну, обычно речь идет не о небе, а обычно речь идет о вот этих далях, деревцах, когда они заливают подкладку, а потом снабжают густым мазочком на вот эту акварельную прозрачность. Если вам удается этим воспользоваться, то, конечно, сборно. Но, конечно, для этого надо сходить в музей и пощупать это у них. Ну, вот хороший... Еще все-таки вопрос такой. Маней, он все-таки пользуется черной краской? Ну, у них там... Я, честно говоря, не знаю. Потому что имитацию черной краски сделать очень легко. И сказать, черный это или нет... Там вот в оттенке все равно отличается черный вопрос. Может быть. К черному всегда можно добавить либо синий, прямо к черному, либо красный, ну, допустим, темный розовый такой, либо коричневый, чтобы избавиться от его чернявости. Но черным для вас лучше не пользоваться. Лучше на годик отложить черную сторону по простой причине. В ваших руках черный может быть опасен. Вот как колющие, режущие. То есть, детям спички не дают. Вот это для вас спички. Черный вы не поймете. Но, скажем, если вам нужна серебристость картины, да, вот серебристые оттенки в картине. Если вы возьмете черный, вы получите довольно скучный серебристый оттенок. А вот если вы возьмете, например, черный своей сажистостью. Хотя черный хороший цвет. И разные черные, и разные разбелы у черных бывают. То есть, у разных черных красок бывают разные разбелы. То есть, собственно, черный ценен не черным, а разбелым. То есть, какой он бы разбел. А, так черный, серебристость можно добиться. Голубой, розовый получили фиолетовый. И припачкали его коричневым. Количество оттенков просто безумное. Цвет богатый, сложный. То в пользу розового, то в пользу этот же замес. То в пользу голубого, то в пользу коричневого. У вас плюс белила в разный мир. У вас миллион оттенков. Вот этот розовый, синий, фиолетовый в разбеле. Ну или без разбелого, это фиолетовый. Плюс испачкать его коричневым. И вот будет у вас богатейший цвет. А если нам нужен, допустим, черный, как чернявость цвета. Опять же, синий и розовый. Вот, допустим, кровлак розовый, прочный. В общем, розовый, агрессивный цвет. Если мы возьмем его с любым синим, а лучше, допустим, даже с голубой фице, то вы получите смоленистый, чернявый цвет. Но при этом он не черный. И когда он будет разбеливаться по соседству, он будет давать не серость такую, унылую, а будет давать фиолетовости. То есть, он же не попадет один сам по себе, вот вы чернявый каркас, допустим, даете картине, он же сам по себе не будет жить. Он где-то помешается и он возьмет оттуда либо розовинку, и это уже будет красиво. Ну и сами импрессионисты там уже с пеной века сражались, пользоваться черным или нет. Но вот я вам советую черным до времени не пользоваться, для того, чтобы просто помнить, что вы о черном еще ничего не знаете. И масса художников одни отстаивают черные, другие. Иногда картине нужен каркас. Вы встречались иногда с живописью, собранную в черный каркас. То есть, допустим, буквально обведенности черным. Вот, кстати, у Ван Гога очень много картин буквально обведены. Вот, например, пользование черным каркасом. Вот когда каркас можно, но лучше вообще его пока с палитры убрать, чтобы не искушаться. И что касается полиции, поскольку многие из вас первый раз, то не стоит пользоваться красивенькими цветами. Потому что в магазинах очень много продается красивеньких цветов. Эти красивенькие цвета используют и профессиональные художники, и многоопытные художники. Но больше они обращены именно к женщинам. Особенно вот эти неаполитанские. Неаполитанская телесная, неаполитанская желтая, желтая. Такая красота. И, главное, очень похожа на эти вот цвета, которые на меня... А это очень хитрые краски. То есть, от того, что они не могут быть во смеся, ну просто там нечему смешаться, они очень слабые по конституции. То есть, у вас есть такое понятие, скупая палитра. Когда на палитре... Вот, кстати, я вам покажу, как должна вообще выглядеть палитра. Палитра это не... Знаете, деревянные вот эти вот цветы дерева, лакированные. Это еще не палитра. Палитра это вот такое грязное пятно. Вот это уже палитра. На грязном пятне очень хорошо видны замесы. Ведь, на самом деле, когда мы картину начинаем набирать, она у нас перестает быть белой. Такое она перестает быть сразу. Она становится, пусть не грязным, но она становится цветовым пятном. И чтобы видеть, что мы кладем туда, мы идем не относительно белого или относительно цвета дерева, да? Мы идем относительно вот этого замеса. Ну скажем, вот здесь у вас небо, обычно. Здесь это пейзаж, вот здесь небо, а здесь все остальное. И это все остальное, оно разные оттенки имеет. Поэтому, как правило, если с небом все понятно, голубой отбомбил и все, то вот с этими оттенками, вы здесь прекрасно видите, что вы кладете. Значит, палитра это грязь, вот такое грязное пятно. То есть не грязь, а грязное пятно. Иногда даже палитра бывает очень красивым. После урока смотришь, думаешь, ну прямо хоть врану. И, кстати, у хорошей картины, как правило, у красивой картины, как правило, красивая палитра осталась от нее. Пока писали, редко это не совпадает. То есть красивая картина оставила после себя красивую палитру. Может быть, у непрофессионалов там по-разному, потому что рабочий процесс сложный. Это в пары продавать. Да, да, да. А вы их не используете, чтобы на ней картины? Знаешь, так столько холста идет по конвейеру, что если еще эти куда-то складировать? А они-то одноразовые или? И плюс? Сейчас. И плюс? Что там? Да, да. Вообще вот эти одноразовые палитры, опять, это для девочек. Чистенько. Надо же, купила. Оторвала листик, выбросила. То есть если не интересует результат, можно купить вот такую одноразовую палитру, на ней мешать. Значит, на ней, что вот на этой одноразовой? Потому что очень многие пользуются из вас, очень многие пользуются вот этими одноразовыми, я знаю. Потому что оторвал и выбросил, и чистота. Это листик, который там несчастный. Мало того, что это все гнутое. Скользкий. Скользкий, да. Склизкий, мерзкий. Вот. С него мастихином толком не возьмешь. С него кистью только хотел взять широко. Он взял согнулся, как вот бумага. Взял и смялся. Ты только хотел поступок сделать. А тебя уже здесь остановили. Это более-менее фундаментально. Опять же, вот эти вот деревянные, особенно маленькие, тоненькие такие. Маленькие вообще не надо. Потому что выдавили, уже заслонили всю палитру. Потому что там витачок для смешивания нет. Поэтому взять что-то более-менее. Хотя лучше иметь две палитры. То есть на одной. Если у тебя уже места нет, то взял уже и второй попользовался. То есть лучше иметь две палитры. И лучше на холстке. Вот. Прямо на холстке. Палитрочка. Может какую-то картинку, которая у вас не удалась превратить в палитру. Несколько таких превратить в палитру. А это у вас холст на портоне? Нет. Холст на портоне. Здесь могла бы быть картина. Да. Поэтому. А чем хороша вот этот холстик? То есть когда вы пользуетесь мастихином. О мастихине сейчас мы поговорим. Он у нас имеет те же ощущения, что и на холсте. На деревяшке. Мы мучаемся. Мучаемся. Потому что она слишком ровная. А особенно на пластиковой палитре. Она слишком ровная. С нее она не хочет мешать. Смешивать. Не торопится. А эта прогнулась. Помогла мастихину. И вы быстренько получили. Потому что у вас произошла мысль. Вы сейчас положите такого цвета мазочка. Вы положили на эту ровную плоскость. Вот эти столы. И пока ты ее замешал. Ты уже забыл, что ты хотел сделать. И здесь это происходит мгновенно. То есть от мыслей к результату короткий путь. Поэтому и понятие скупой палитры. Вот мы поговорили о самой палитре. А теперь о скупой палитре. Фундаментальное знание о живописи подразумевает скупую палитру. Значит на палитре должно быть буквально 4-5 цветов. Какой-нибудь активный синий или голубой. Активный розовый. Именно активный. Мощный по тональности своей. Активный желтый. Желтый часто бывают такие. Вялый. Берешь очень много желтых цветов. Просто надо игнорировать. И, собственно, вот даже вот иногда приносят. Говорят, а не хотите ли рекламировать наши краски? Я сразу говорю, давайте желтую. Выдавливаю желтую. Смешиваю с белилами. Или с синилами. И говорят, нет, не хочу. Потому что желтую очень трудно сделать. Такой, чтобы не было достаточно желтого цвета. Как правило, очень белые. Вещества берешь много. Желтого от него не получаешь. Ну, как клей ПВА. По виду белый. Высох прозрачный. Были раньше эти краски для стен. В общем, они тоже как клей ПВА были. По виду белый. Покрасил. Высох. Где белый. То есть надо десяток слоев, чтобы добиться белого. И коричневый. Влюбиться в какой-нибудь коричневый. Я предлагаю влюбиться в Марс. Коричневый, темный, прозрачный. Мастер-класс. Если с теми цветами. Ну и с желтым, конечно. Надо подружиться с мастер-классом. Катный, желтый, светлый. Вот влюбиться в мастер-класс, конечно. Это как бы профессионально классные краски. Теперь я сейчас еще вот что я хотел показать. Замечательную вещь я вам сейчас расскажу. То есть когда вы идете в магазин за красками. С чем вы сталкиваетесь? За красками, за прочими материалами. Магазин он же озабочен не тем, чтобы… Он озабочен конвейером продаж. Он не учитывает… Ему даже как бы немножко выгодно подсовывать лажу. Потому что от этого хороший оборот происходит. Если бы мы каждый день пользовались как хлебом, мы бы научились различать хорошее от плохого хлеба. Хорошую краску от плохого. Но красками вы пользуетесь не каждый день. Поэтому часто просто даже не знаете на что обратить внимание. Девочки, которые торгуют там красочками, вам советуют дать с трудом. Потому что сами не пользуются этим. А если и пользовались один раз… Ну, с этими девочками можно отдельные истории рассказывать. Как… Когда профессионал слышит обслуживание новичка, ну, или там, допустим, студенточки, как… А стоит рядом профессионал, который знает кто в этом. И он слышит, что девочка в чем убеждает… Девочка-продавец убеждает девочку-студентика, что ей купить. И часто, конечно, мы не с собой хихикаем, но… Очень часто мы помогаем. Когда заходим в магазин и видим, что девочки не знают, что будет. Часто профессионал помогает в этом смысле. Новичкам нужно. Но рассказы эти очень смешные. Потому что то, что навязывает продавец, ну, это сразу можно в мусорное ведро, как правило. Так, а в принципе, что происходит? Профессионалы в этих магазинах скупают самое лучшее, в том числе самые лучшие кисти. То есть проблема даже не столько в красках. Если с красками куда бедно еще разобраться можно сейчас, то самая большая проблема в кистях и в холстах. Потому что кистей хороших нет. просто нет. Уже скупили. То есть они появились. Профессионалы тоже заходят в магазины очень часто. Бывают смешленые полупрофессионалы, которые этот арт тут же выкупают в прямом и переносном смысле, что о, хорошие кисти. Все так скуплено. И залеживаются кисти, которыми можно пользоваться клеем. Ну, никак не для живописи. Либо для той живописи, которую вы предпринимаете, эти кисти. Ну, никак. То есть вот акварелечку будет хорошо. Там, допустим, акрил, темпер будет хорошо. Ну, для масла эти кисти, ну, никак. Для того мазка, который вы планируете, ну, никак. Поэтому нужно умудриться приобретать не только хорошие краски. Ведь по цене-то будет ненамного небольшая разница. Но вы будете не понимать, что не так. Вы не будете знать, почему я вот видел, вот я смотрю видео урок или еще что-то, почему я беру, а у меня не то. И потому, что у вас нет нужного холста, нужных кистей, нужных мастихинов, нужных разбавителей. Ну, а еще и нужных красок. То есть не экономьте на материалах это сразу. Потому что, если вы хотите, вы увидели на выбор вам, вы хотели купить холст 40 на 60. И у вас на выбор было десяток, как правило, в этих магазинах, десяток вариантов холста. То есть разные производители, одни делают на соседней улице, другие привозят из Италии, третьи еще откуда-то, из Китая и тому подобное. И разное качество холста. Бывает такой длинный холст, что даже под палитру либо угодится. А есть такие, что просто залюбуешься, надо же какая фактура. И все по той, практически по одной цене. Иногда хороший производитель, и чаще даже хороший производитель, у него продукта много. Вот, скажем, вот тот холст, который я сейчас использую, это итальянский завод четверых этажных, который много лет занят только холстами. Четыре этажа гонят один только холст. Ну, они там разных зернистостей, на разных материалах, но это завод, который знает толк холстам. Такие же холсты делают на соседних улицах, каких-то там, может быть, подвалах или столярных цехах. И, в общем-то, иногда даже берут неплохие материалы для того, чтобы это сделать. Но нюансы. И вот эти нюансы не дают потом полноценно работать на этих холстах. Вы, к сожалению, не можете, пощупав холст, сказать, хороший он или нет. Поэтому либо профессионал используйте для покупки холстов, либо доверяйте тем, с кем вы работаете в учебном процессе. Исследуйте это, то есть не творите в этом вопросе, в вопросе материала, не творите произвол. Произвол творите, когда будете писать. А в вопросе выбора материалов не должно быть лишнего произвола. Покупайте хорошее, проверенное опытными, и тогда у вас многое, процентов на 50, будет лучше, чем могло бы быть. Вот. Это прямо для себя нужно... Ну а какой? На цену? На цену? Нет, на цену невозможно. Совершенно, никаких шансов. Можно купить цену на плохой продукт. Красивую было упаковать, а вы еще заметили, да? Вот эта вот пленочка. Уголочек, здесь пленочка. Холст даже пощупать невозможно. Как можно вообще продавать холст под пленочкой? Мало того, часто холст настолько прогибается, что вот эта вот планочка, вот здесь, которая должна быть со скосом. Некоторые даже без скоса делают. То есть уже до полного обсуждения. Даже вот эту разницу не оставляют. Вот так натягивают часто, что тут же уже еще продается, а уже имеет след. След от этой планки. И, конечно, когда вы пишете, вы же спотыкаться будете об этом плане. У вас вот этого состояния барабана не будет. И письмо будет совсем другое. Совсем другие ощущения. Он будет вялый. Он будет прогибаться вместо того, чтобы, ну... Ну, будет. Да. Ну, фирма какая-то? Да я не знаю, какая-то фирма у меня есть. Просто поставщик в Запорожье. Он мне их поставляет. Хотя я знаю, что он берет с этого итальянского завода. Я не следовал. Но... Вы когда будете, вот когда я буду курить, вы его пощупаете. Мало того, не берите холсты, которые вот здесь не загрунтованы. Это значит мы, в домашних условиях, на соседней улице, в подвале, натянули тряпку и грунтовали, чем попало. Ну и как попало. То есть если вот здесь не загрунтованы, значит кто-то грунтовал, чем попало. Ну и как попало. Обычно хороший холст идет большими рулонами, натягивается так, что у него есть вот это. То есть загрунтованное. Слушай, он порезан просто. Зернистость какая должна быть? Зернистость, очень хороший вопрос. Зернистость должна быть средненькая или чуть меньше, чем средненькая. Очень большую зернистость. Вы не поймете, как вам с ней бороться. Слишком мелкая зернистость будет как по полиэтилену письмо. То есть... В общем, средняя зернистость. Только она пока для вас. И привыкнуть надо к этой зернистости. Приспособиться к ней. Приспособиться к какому-то холсту. Прямо взять и приспособиться к именно этому холсту. А вот сама ткань бывает хлопок, а бывает лед. Все равно. Все равно. Просто все равно. Ну, я не знаю, хранится ли ХБ 500 лет. Ну, вот или иные холсты древности дошли до нас. Может быть, ХБ-шные бы так не дошли. Но разницы никакой. Главное – качество грунта. А не сама тряпка. Там синтетику сейчас используют. Все, что угодно используют. Главное – качество самого грунта. Сейчас есть синтетика и следующий. Ну да. А кистикам живут? С кистями очень большая проблема. Причем, как я уже понял, и в Москве тоже. Ребята, в Москве все есть, но в вашей деревне еще меньше, чем в нашей деревне. В нашей деревне Киеве встречаются хорошие материалы. А здесь вот несколько магазинов мы сами навестили. Вот так. Говорят, что здесь есть у вас какие-то магазины, где есть все. Там, где есть все, там еще труднее выбирать, да? Ну, я рекомендую вам вот эти «Колос Мил». Вроде как китайский производитель, но очень хороший ворс. У него очень хорошая длина. Это синтетика. «Колос Милк». Вот с красной копкой. «Колос Милк». «Колос Милк». «Колос Милк» «У него ворс короткий, белый и мягкий. И мягкие. Очень хорошо, что ты сказал. Ну вот эти очень хорошие. Вы что сделаете? Сейчас я пойду курить. Я вам покажу, что щупать. Вот это вы возьмете. И просто рукой пощупайте, что это должно быть на ощупь. Потому что кисть надо, в общем-то, выбирать на ощупь. Она может лезть. У этих иногда болтается. Болтается вот здесь. Поэтому приходится иногда скотчик собрать. Ну, болтается. Но не у всех. Где-то у одной четвертой кисти болтается вот это место. Но это не главное место кисти. Вот это вот главное. Поэтому буквально посмотреть, какая жесткость должна быть. Какая длина ворса. В данном случае они с закруглением. Лучшего по одной кисти хотя бы приобрести. Чтобы просто узнать, что надо покупать. Потому что есть такие нежные кисти в магазинах. Ну, нежнейшие. Немецкие, голландские. Ну, так и хочется с ней дружить. Надо брать и такие, и ровненькие. Просто ровненькая, она больше рассчитана на мазок квадратноватый. А это рассчитана на все. Она и штрихует. Она и квадратик положит. Ну, это как бы универсалка. А что там? Сколько? Ну, так. Каких? Это минимум. Если вы доберетесь вот до этих кистей в магазине. Потому что я спекулирую. Страшно. Вот. Если вы доберетесь до магазина, то накупите вдовы. Стук по пять, по десять. Каждый. Каждого раза.